друзья доброе утро доброе осеннее утро погода в этом году очень классная шепчет и позволяет нам чуть-чуть поработать в хороших условиях без дождей и без того подобного сегодня мы займемся подготовкой москвича к зимней спячки скорее всего нам придется его перегнать гараж на зимний период также возможном работаем днище чтобы он уже стоял чистенькие аккуратненькие перегоним другой гараж сухой вот а сегодня займемся его мойкой и также поменяем стекло у нас она была разбита в двери в водительской ой в пассажирской вот и в общем займемся москвичом немного кто нас не смотрел можете посмотреть плейлист все про москвич 407 вот поэтому если кто-то кто присоединился еще не видел видео по москвичу так что можете посмотреть предыдущих сериях откручиваем ручку открывание двери эти уже откручены были здесь вот такие собачки видите они сжимаются и в щелкиваются панели эти все мы перешнем сделаем чтобы все было красиво здесь получается тросик надеюсь вам видно ребята стекло вот крепится к тросику вот на таких двух болтиках и скобе нам нужно эту скобу открутить и нашу скобу прикрутить вот так что ну трос целый это уже радует так попшикал прошло буквально полторы минутки сходил за отверткой пошел первый пошел это уже хорошо и второй пошел здесь конечно такая система жестокая почему потому что ну вот наш стеклоподъемник видите такой точнее стекло что это я говорю вот наш который нам нужно установить тяжеловато пришлось помучиться чтобы его найти как здесь болтики здесь пошли второй похуже ну так один откручиваем так хочу это здесь у нас тяга снята интересно ладно сейчас буду устанавливать это дело если честно я пока что не понимаю как его установить это стекло как она устанавливается через вверх что это что-то с чем-то пришлось разобрать всю дверь полностью снять все вот эти алюминиевые вещи вот эти все все прикручено на болтиках на шурупчиках в торце дверей вот здесь вверх все уплотнители то есть ну вот час я разбирал ее аккуратненько потому что не хочется спортить вот так что чтобы ставить стекло получается нужно просто разобрать пол машины здесь же кстати вы можете наблюдать то что краска у нас действительно родная никто ни разу не красил эти просто все в огне вот я даже не уверен что стоит ли нам красить наверное мы подкрасим просто местами но это еще буду решать потому что может быть правильно ее оставить в родной краске это все-таки родная краска отполировать пусть она где-то с жуками совсем но это родная краска у машины не знаю ребят посмотрим вот но сейчас буду собирать это явно еще на час работы например вот уплотнитель так который стоит в двери вот здесь по которому собственно говоря стекло ходит он прикручивается через вот это волокно он прикручивается к двери на саморезы причем саморезовым сами видите раз два три 4 5 6 штук на 15 сантиметров этого участка вот так что работенка не из легких все сейчас попытаюсь все это собрать обратно уже со стеклом также снял замок ребят ну здесь все предельно просто то есть вот эта шестерня щелкивается видите и упирается обратно же в замок чик чик ну вот так бесконечное количество раз это замкнута машина то есть закрыта дверь потом если вам надо открыть вы либо на ручку вот здесь нажимаете шестерня освобождается и дверь открывается либо тяните здесь за ручку происходит то же самое шестерня высвобождается и дверь открывается но все предельно просто вот сейчас нужно установить замок а потом устанавливать стеклоподъемник друзья в двух словах это конечно задание для человека железными нервами это однозначно но тем не менее промежуточный этап стекло уже стоит чуть-чуть торчит закреплено здесь закреплено здесь стоит один упор для стекла чтобы сюда не смещалась и вот здесь тоже можете видеть второй упор то есть получается фактически вот с двух сторон держится стекло эта рамка держится вот этим же упором вот здесь шурупчик и 2 в торце все получается как бы еще у нас проблема будет небольшая установить вот эти алюминиевую окантовку потому что нужно вот сюда вставлять аккуратненько то есть помучиться придется ну а так в целом принципе побеждаю где-то полтора часа принципе уже почти все но сейчас еще доделаем все собрано уже выглядит довольно таки красиво здесь немного накосячил вот это были следы я накосячил вот здесь видите вот то есть но не мог я вставить просто навоевал здесь то эти вот вещи их не вставить все там мимо криво косо просто просто катастрофа ну в общем железные нервы нужны но все собрал слава богу так что сейчас буду ставить панель вот эту штатив мой сломался после нашей последней поездки штатив сломался просто ужас как перестал выдвигаться в общем его там сиденьем зажало как надо быть как не надо быть вот панель просто вщелкивается на планку прижмется ручкой будет отлично все вот так что соберу все и будем отправляться на мойку ребят попробуем его завести как он заведется сейчас аккумулятор заряжается аккумулятора нет у нас хорошего к сожалению так друзья давно нужно было сделать вот эту вот работу восстановить наш бардачок потому что постоянно он открыт здесь он просто закис как обычно чик чик все понятно закис сам вот этот вот поводок начинает видите ходить сейчас мы почистим он получается вот этот вот язычок все сюда входит и нажимает вот туда вот видите здесь просто пружинка забилась будет работать ну возьму все смажу чтобы все было хорошо итак друзья посмотрим как машина заведется после месяца стоянки у нас получается подсос чуть-чуть подсос не любит когда вот вытягиваешь без вопроса мы ну все едем на мойку подсос не имеем на мойку а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Попытка номер два! Добро пожаловать на наш канал! 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 вот постоял и начал заводиться ну видимо провода знаете попала влага между проводами там где-то и вот он пробивала даже могло между собой пробивать сейчас нормально вроде как бы работает чуть-чуть есть какие-то перебои с подсосом вообще не хочет работать но все сейчас буду заезжать на яму это дело очень ответственное у нас такое потому что яма узкая ой точнее москвич узкие яма широкая поэтому тяжеловато включим сейчас магнитолу средние волны средства на ключ работает ребят руководство тут это это очень круто не было зафиксировано ни одного намеренного повреждения косметикой просто не было зафиксировано с чего вот такая вот что подтверждает вторая авария вторая авария скажем неправильно разделение блоков разводных первой ступени и второй ступени это очень круто ребята это ощущение ретро ощущение с этим радио это конечно это конечно нечто ну все понаслаждались теперь за работу пусть поработает чуть-чуть чтобы прогрелся чтобы там испарилась вся вода пойдемте вместе посмотрим кстати так капот теперь у нас красивый моторный отсек ну вот видите друзья вот так теперь выглядит наш москвичок так здесь вода не ушла то нет все на месте да классика друзья времени очень мало солнца садится вот такую мастику использую она битумно-каучковая называется бекор какой-то россия город пушкина вот такую консистенцию имеет она ведь но я сейчас ее растворителем разведу и вот этим нанесу я зачистил пойдем покажу просто уже нужно спешить так ну ни хрена тут не видно короче ну заднюю часть самую страшную вам покажу получилось вот до такого состояния очистить видите здесь она защищена нанесен слой вот единственное он просто его подсвежить ресурки зачистил мост тоже это была самая страшная работа зачистить мост почему потому что вот этот весь он подтекает немного видимо и здесь так настолько накорил этот вот пыль вместе с маслом с негролом но прям шпателем я отколупывал отверткой шпателем вот но сейчас замешаю мастику бабахну будет выглядеть просто красиво а потом возможно сниму колеса и тоже сделаю с колесными арками все погнали друзья нету времени просто уже пол пятого вечера полтора часика осталось а в общем 7 вечера я это сделал все обработал чуть-чуть конечно накосячил где-то но тем не менее результат есть и результат хороший все арки обработал абсолютно все сейчас очень спешу нужно ехать домой короче полыхнула грел феном мастику и как бы бахнула в общем загорелась в банке мастика так я скорее вынес ее на улицу и залил водой разлил короче в общем испугался если честно нужно конечно быть осторожным но просто спешка уже спешишь скорее 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 и начинаются косяки вот так что спасибо что смотрели это видео на сегодня это все москвич уже днище обработано черненькая красивая все очень аккуратно рессоры мосты все 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 залил давайте еще чуть-чуть покажу вам чтобы успеть уже чуть-чуть чтобы вы примерно знали вот так выглядит теперь маскарад наш но он просто сейчас выглядит так расфуфырена потому что чудом кратут не снял с того заднего колеса просто лишь потому он расфуфырена потому что сейчас мастика чуть-чуть засохнет она станет более матовой и будет уже приобретать свои свойства то есть она не засыхает полностью а вот такая остается в общем будет сохранять наш москвич хорошем состоянии снизу ржавчины теперь не будет я наверно грязный весь да спасибо что смотрели это видео очень спешу огромной вам удачи всего самого самого наилучшего хороших людей на жизненном пути пока